С какими проблемами столкнулась Шуховская башня на данном этапе? Самая, наверное, большая проблема, это то, что не проведена достаточно серьезная научная экспертиза. И не просто научная экспертиза, но и привлечение зарубежных специалистов. Потому что без такой экспертизы принимать решение о том, как их выставлировать, проводить в порядок, это, мягко говоря, это непрофессионально. На самом деле это приведет к распозаживанию средств, а чуть-чуть. Соответственно, не в самом лучшем результате. Пока не будет полноценной научной экспертизы международной, мы считаем, что приступать к каким-либо работам, это, в общем-то, ну, как бы не рационально, неразумно. И самое главное, что даже в каком-то степени это приступит. Мировая общественность, то есть основные ведущие архитекта мира, Норман, Постер, все остальные, они стоят тоже на защите этой башни, они пишут письма, они мониторят, они следят, что все-таки происходит. Это, я считаю, очень важно. К сожалению, сейчас ничего не поменяли и ничего не сделали. То есть башня как стояла, она так стоит, и она продолжает гнить. Здесь вопрос стоит о том, что не только привести саму башню в порядок, потому что это, получается, объект за колючей проволокой. Целесообразно было бы освободить всю эту территорию вокруг и сделать эту рекреационную зону. То есть парк, чтобы люди могли подходить, отдыхать, проводить к культурные мероприятия, выставочные мероприятия, концерты. Место очень хорошее, все как бы вписывается замечательно. Тем более, рядом здесь совсем недалеко находится большой недострой, который стоит 25 лет. Это опять памятник такой бесхозяйственности после перестроечного периода, по-другому это не назовешь. Которые все организации, которые здесь есть, совершенно спокойно перемещаются. То есть ущерба никому никакого нет, они даже увеличат свои площади. То есть этот вопрос мешается достаточно легко. А вот где башня, кажется, тоже вполне логично, уже осознали, наконец, значение фигуры Шухова в развитии инженерной миссии, в развитии архитектуры не только здесь, в России, но и в мире. Здесь, конечно, должен появиться музей. И еще один вариант, на самом деле, самый, наверное, интересный. Музей, посвященный Шухову, под перекрытиями свето-позрачными. Музей изобразительных искусств Пушкина. Там есть место, там было бы это очень интересно, куда можно сделать доступ к посетителям. А, соответственно, конечно, окончательное решение должно быть за Ириной Александровной Антоновой. Она человек разумный, креативный в этом плане. Она безумно любит шуховское творчество. Она рассказывает, как она там была, перекрытия эти все в войну, когда там падали бомбы, значит, там заливала водой. Это то же самое, было бы интересно. Если бы такой музей появился, то было бы, конечно, совсем хорошо. Но в любом случае музей Шухова, видимо, уже настал период. То есть уже это осознанно, величина, фигура, значение. И как бы один из брендов, один из символов России как таковой. Чтобы можно показать, сказать, вот мы такие. Спасибо. Спасибо.